Всем привет, ребята! С вами VJDream, и сегодня мы с вами сыграем не в свойственную для меня игру, точнее не в свойственную для меня жанр, это платформер. Это довольно старенькая игрушка, но она довольно классная, и я на самом деле давно хотел в неё поиграть, но опять же всё никак не предоставлялось никакой возможности, и времени не хватало, и тому подобное. А сейчас почему бы не разнообразить канал новой игрой, нового жанра для себя и для моего канала? Ну вот, собственно, решил попробовать. Это игра про красную шапочку, как вы можете, наверное, видеть, кто знает, тот знает, но это немножко альтернативное видение красной шапочки, немножко альтернативное видение вселенной, то есть не классическая красная шапочка, ну она как бы классическая, но, короче, всё это сделано абсолютно иначе, по другому сценарию. В общем, сделано, на мой взгляд, довольно классно, и действительно довольно интересно, и хочется посмотреть, что вообще из себя эта игра представляет. Я её запускал, но я запускал только для того, чтобы просто проверить, ну, работоспособность, всё ли нормально, и всё ли пашет, так что я в неё, ну, как и всегда, не играл. Я, в общем-то, стараюсь не брать игры, в которые я играл. Ну, я вообще не помню, что бы я брал игры, в которые я играл. Ну, в общем, ладно, без лишних слов, начнём. Так, продолжить, а можно здесь как-то начать с самого начала, вот не продолжая, а... Так, погодите, блин, сейчас быстренько разберусь, секундочку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Классно, правда? Здесь, в видении мира... Волк, это не волк, а человек, который под именем Волк, в общем-то, которого зовут Волк, и красная шапочка здесь чем-то напоминает ассасина из одноименной игры Assassin's Creed. Так, ребята, сейчас я на секундочку прервусь быстренько, настрою себе клавиатуру и вернусь. Так, ребята, я клавиатуру настроил, но, кажется, походу, не совсем верно. Так, извиняюсь, но это, конечно, жесть. Здесь очень своеобразное управление, и она, по идее, управляется с геймпада, только по какой-то причине она не хочет видеть мой геймпад. Я не поставила ногу в Улрака, когда я была около 8 лет old. Я слышала о ее падении, из книгах, которые папа привезли домой, и из-за истории, которые он тогда рассказал. Хотя мы живем в лесу, папа пришел к работе здесь, каждый день, и увидел, что это время растительное городе растет и падает. Вообще, реально, концепция некого стимпанка с альтернативной вселенной красной шапочки и красная шапочка в виде ассасина, причем выглядит она довольно прикольно, на мой личный взгляд. Классная. Ну, действительно, очень интересная и очень оригинальная концепция игры, и с очень интересным сюжетом. Правда, классно сделано. Как бы все вещи классической сказки учтены, только при этом они сделаны все по-своему и действительно довольно в интересной концепции. Думаю, многим ребятам, многим людям станет довольно интересно, и игра довольно красивая, очень интересная графика, классный платформер, в общем. Для меня действительно не свойственный жанр игр, я очень редко и очень мало играл в платформеры, но этот платформер, я думаю, достоин, чтобы его пройти и чтобы в него поиграть. Сегодня большой день. После двух недель обслуживания, я сходу, чтобы перейти в архивы и получать информацию. Игра, кстати, в основном про стелс. В принципе, наша красная шапочка, она такой некий ассасин, как я уже говорил, и игра чисто про стелс. Я здесь немножечко совсем побегал, просто чтобы проверить управление, и на этом, собственно говоря, закончилось все. Не, на самом деле, правда, очень классно. Я, хоть и не любитель, но, блин, вот я эту игру видел где-то в районе года тому назад. Примерно игра, на самом деле, довольно-таки новенькая относительно, наверное, 2015 года, и да, не самая новая, но и не самая плохая. Несмотря на то, что, казалось бы, кто-то скажет, что она не новая, она не самая плохая среди платформеров, и действительно очень хороший, достойный представитель жанра платформеров, в котором есть абсолютно все, и неплохой довольно-таки сюжет, и довольно классная постановка, довольно красивая графика. Ну и, опять же, это классический ассасин скрит, где лучше всего не попадаться. Так, ну, собственно, дальше я ничего не проходил. Вот только до сюда я и дошел. Все, дальше слепое прохождение, поэтому я не знаю, что там дальше произойдет. Пропали сотни девочек, то есть этот волк, он якобы похищает девочек, я так понимаю. Погодите, я вижу... Понятно, понятно, понятно. Здесь... Заго... Сейчас по голове даст, да? Нет. Здесь загадки, как и в классических во всех платформерах, то есть тут нужно быстро действовать, разгадывать, наверное, некоторые вещи. Честно говоря, я точно не знаю, а почему они могут туда запрыгнуть? А может, нам не туда надо вообще? Нет, здесь я вроде бы не могу, здесь я тоже вроде бы не могу. Странно. А что я делаю не так? Блин. А со мной, наверное, она, я так поднимаю, не поднимется. Я так поднимаю, не поднимется. Хорошо сказал. Что я делаю не так? Вроде я... Вот только начало игры, а я, блин, уже в тупике. Нет, серьезно, а что я делаю не так? Странно. Погодите, а может, надо сделать так, чтобы она вообще не опустилась? Может, надо очень быстро пропрыгать? Прям... Скорость в скорость? Я фиг его знаю. Да. О, 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 подожди, капканы? Лев, таль, чтобы краситься. А, come on! Это не очень приятный, приятный. Не, а игра сделана правда классная. Вот, на самом деле, ну, играть у нее довольно-таки интересно. Тихо, 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 тихо. Я как-то давным-давно видел по ней летсплей, но я видел по ней летсплей только... В общем, я включил. Посмотрел минут пять. Выключил и решил в нее поиграть сам, потому что игра мне понравилась. И не поиграл. Классно, это реально такая альтернативная вселенная стимпанка, где мы видим роботов, но при этом эти роботы, они все под старину и ничего такого сверхтехнологичного из себя не представляют. В том плане, что нет каких-то бластеров, какого-то оружия. Да, девочка, молодец, что лазила по деревьям. То есть, все сделано чисто под старину. Ну, реально, как стимпанк такой. Классический стимпанк. Для любителей вселенной стимпанка это... Что это? Казаки, я маю. Для любителей вселенной стимпанка это станет просто очень круто. Так, краски, да? Смотрите, робот посередине танцует, как классический робот. Блин, нет, классно, классно. Игра действительно очень классная. Я, к сожалению, не знаю ни ее продолжительность, ни в принципе что-либо... А, я уже вижу, он подсвечивается у нас в карнизике. Я не знаю ни ее продолжительность, ни сколько вообще... Что она из себя там в дальнейшем представляет. Такая спокойная, тихая игрушка, где можно просто поиграть чисто для себя, посидеть, расслабиться. Не напрягаясь вечерком. Вот, в принципе, как я сейчас и делаю. Особенно после хорроров или после просмотра хорроров. Самое вообще то. Потому что в последнее время я играю в основном только в хорроры и... Руф, behind my father's death, was buried along with his body. Липс were sealed and the case was closed. But not for me. I had already lost a parent. This simply couldn't be. For weeks I cried. For months I couldn't speak. Until finally, I was done feeling so broken and weak. I asked granny to teach me how to hunt and how to fight. Now, at last, I'm ready to make things right. Вот такая вот у нас ярая боевая красная шапочка. Это вам не та маленькая девочка из сказки, которую все могли обижать и которая ждала охотников. Это сама волку задницу надерет только в путь. И еще и охотникам задницу надерет просто так от скуки. Воу, 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 воу. Погоди, они нас... Не, они нас, кажется, не видели. Я так понимаю, надо краситься, да? Да. Это, в принципе, весьма очевидно. А куда идти? Понятно. Классно они выглядят, на самом деле. Такие роботы, сделанные под старину. Не, прикольно. Вообще, мне концепция игры очень нравится. Реально очень нравится. Так, я вижу ветер, я вижу рычажок. Рычажок. Нам надо куда-то запрыгнуть, что-то сделать, нет? Блин, а жизнь это потратили нифигово. Хотя, довольно мало, но все же. Ага, теперь работает кран, и нам надо с этой платформы переместиться на сундучке, который там есть. Я так понимаю, что в начале загадки, они, как обычно, не сложные, потому что вначале нужно потренироваться, посмотреть, что из себя представляет игра, а уже потом, чисто такая ассасинша, а уже потом начнется какой-то хардкорд. Игра у нас полностью переведена на русский язык, я вам включил субтитры, для тех, кто английского языка не знает, чтобы... Это что такое? Чтобы вам стало полегче и попроще. Чтобы вы могли читать, смотреть. Кому-то, я думаю, наверное, интересна история данной игры, потому что история у игры довольно интересная. Ох, мои бисепсы будут тяжелые завтра. Угу, это у нас красная шапочка-качок. А, все, понятно. Теперь, собственно, нам нужно вернуться, я так понимаю, обратно, и там спокойно пропрыгать до... ...следующего места, до следующей локации. Как они нас так не видят? Хотя мы, вроде бы, прямо перед носом у них бегаем, но они нас почему-то не замечают. Ну, это все игровые условности платформеров. Я думаю, к этому придираться не стоит. Графика у нас, ребята, с вами максимальная. То есть, играем на... ...самой-самой-самой максимальной графике. Ну, понятно, что здесь игра особо много не ест, но при этом она выглядит действительно очень красиво. Игра действительно сделана очень симпатично, в классной стереотике. А что, если у нас поймать, что произойдет? Что, серьезно, что ли? Да, я смотрю, что искусственный интеллект в данной игре особо не блистает. Хотя, наверное, я так думаю, что это, может, только первые роботы, которые просто нас не замечают. Даже если мы прямо перед ними при этом нажимаем альт, как вы видите, они вообще нас не видят. Может, в будущем они станут нас видеть более яро? Забавно. В игре есть уровень сложности. Мы играем с вами на среднем уровне сложности. Наверное, в этом весь косяк. Не на сложном, а на среднем. Я не люблю играть на самых легких, но и на запись играть на самом сложном тоже как-то не круто. Потому что можно завтыкать. И смотреть на завтыки, я думаю, не очень весело. Хотя... Хотя посмотрим. Возможно, я изменю уровень сложности, если игра действительно слишком какая-то простая пока что. Но в том плане, что я сейчас посмотрел, они реально меня не замечают. Хотя я стою прямо у них перед ним. Что сейчас произошло? Блин, я такого, честно признаюсь, не ожидал. Я как-то... Не рассчитывал на то, что я нажму на этот рычаг, и они просто упадут на нас. Понятно. Ты же против кровопровития. Хотя, конечно, понятно, что это роботы, и это не кровопролитие, потому что они все равно не живые. Но, тем не менее, ты же против кровопролития, и... Ты же не хотела никого убивать. Погоди, а что там тогда получается? Здесь я вижу возможность подняться. Ага, ну понятно. Это всякие секретки... Новостровеца дневника. Знаете ли вы что? Это всякие секретки, всякие пасхалочки. И с такой высоты падать не стоит. Я только что потерял довольно приличное количество жизней. Что ж учтем? Так, тихо, тихо, тихо. Камера, камера, камера. Здесь, к сожалению, нет возможности выбирать камеру как-либо. Здесь ее можно немножко подвигать, но это не сильно-то способствует видению со всех сторон. То есть, если камеру подвигать, то все равно особо ничего не увидишь вокруг. Классно наша красная шапочка выглядит. Реально классно. Классно. Ни фига себе. Знаете, что мне это напомнило? Эта, Алису. Мне это чем-то напомнило Алису из Странных Чудес. Это тоже... Ни фига себе. Ух ты. Вот так вот красная шапочка выглядит в этой вселенной. Ну, блин, ну отпад же, правда? Мне это напомнило чем-то... Есть такая игра про Алису в Стране Чудес, только она тоже альтернативного вида реальности, где Алиса просто какая-то дикая маньячка. Кстати, тоже довольно классная игра, в которую я не играл. Воу-воу-воу-воу, погоди. Наверное, нам надо теперь их всех поубивать, нафиг, я так полагаю. А мы можем как-то со спины, наверное, атаковать, нет? И вот реально, эта красная шапочка мне дичайше напоминает Алису. Я, кстати, не знаю, может это даже от того же разработчика, я даже не в курсах. Я, честно говоря, не смотрел. Если от того же разработчика, я даже не удивлюсь этому, вот честно. Давайте попробуем со спины подкрасться, и давайте попробуем со спины его как-то... Ой, блин, их тут двое. Как они нас не замечают? Чистая ассасинша такая. А я вот как бы не знаю, нам их убивать сейчас надо или что? Ну, наверное, нам не просто так дали топор. Давайте попробуем их убить. Ух. Класс! Не, эта игра правда классная. Единственное, что мы, правда, очень много жизней с вами потратили. Наверное, я что-то делал неправильно, ну, потому что я первый раз играю. И я просто банально не умею. Но, блин, классно. И тем более платформеры это крайне редкий жанр, в который я вообще играю. Не привык. Но сделано очень классно. Блин, а можно как-то может уворачиваться? А, да. Ой-ой-ой. А блок может какой-то есть. Не, сделано действительно очень здорово. Я пока не очень понял, как их убивать так, чтобы при этом не терять ничего. Потому что жизни мы потеряли довольно много с вами. Хотя, кстати говоря, они восстановились. Я даже не заметил, как они восстановились. Наверное, когда мы взяли эту буковку W. Также с них еще выпадают всякие вещи, ну, именно жизни, когда мы их убиваем. Кстати, а куда нам дальше? Я вот что-то не очень понял. А, нет, уже понял. Концепция игры очень классная. Такие переходы между локациями. Я, кстати, не знаю, в этой игре надо сохраняться. Как здесь вообще сделано сохранение? Вы только... Вы только вникните в эту эпичность. Красная шапочка, вооруженная топором, ищет мужика по имени Волк. Ну, или по кличке, по фамилии, не знаю, Волк. Который похищает маленьких девочек в стимпанковском городе. Ну, блин, ну, отпад. Игра, конечно... Я не знаю, автор, который придумал данную концепцию игры, просто молочина, потому что реально, придумать такое на красную шапочку, это очень круто. Так, давайте переползем. Я там видел внизу робот какой-то, уже потрепанный. Я так понимаю, это восстанавливает нам жизнь, но у нас сейчас жизни, в принципе, полная, поэтому я не вижу особого смысла, но вариантов у нас особо на это нет. Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Так, погоди, а зачем нам идти туда или сюда? Тут два варианта есть, а в чем разница между ними? Давайте попробуем туда, где пар. И просто ж так там пар. Наверное, ловушки ж не просто так тут есть. Наверное, они что-то хорошее охраняют. Может, там какая-то тайна, какая-то пасхалочка. Фиг его знает. А вот, кстати, она самая. Нет, я подумал, что, наверное, нам как-то нужно ее раздолбать. Наверное, нам надо ее как-то открыть. И в будущем, наверное, здесь откроется решетка, мы сможем вернуться и ее забрать. Я не очень хочу падать в воду, почему-то мне кажется, что мы умрем. Она что-то говорила про свим, про плавание, но я, к сожалению, не успел все прочитать. А, блин, я думал, вы... Господи, как она дерется. Типично. Я думал, что они не рессуются. Оказывается, они рессуются каждый раз заново. Мы можем разбивать... Да, мы можем разбивать ящики. Классика. Классика жанра. Так, давайте попробуем... А, вот, кстати, вот мы потратили с вами жизни, и... А, и половина яблок упала. Хотя, в принципе, нам этого хватило, у нас жизни уже практически полная. Вы знаете, я не заметил, чтобы эта еда восстанавливала нам жизнь, потому что вроде как жизни не восстановились. Только от яблок до этого. Или, может, это и есть максимальная жизнь, и я не обращал внимания. Блин, а вдруг решетка там открылась? Походу, да. Походу, она и правда открылась. Надо повернуться назад, проверить. Я, правда, не знаю, зря, не зря, но попробуем. Не просто, что так нам показали этот пар. Отсюда, к сожалению, не видно, открылась решетка или нет, но проверить не тяжело, потому что данная ловушка не сильно-то напряжная. А, погоди, так, наоборот, наоборот. Наоборот, пар теперь стал без прерыва. И решетка, кстати, не открылась. Пар стал теперь без прерыва идти, и туда уже просто не попасть. Походу, мы что-то сделали неправильно. Скорее всего, эту решетку стоило открывать до того, как вот пар произошел. Теперь эту пасхалку просто не взять. Блин, обидно. Ну ладно. Думаю, в этом нет ничего страшного. Это просто как, наверное, какое-то проявление истории, и когда ты разблокируешь что-либо в дневнике, ты можешь потом что-то прочитать про историю данного мира. Ну, думаю, ничего страшного. Так, что мы сделали тем, что повернули данный рычаг? Ага. Погоди, так а... Ну, я понял. Да, теперь надо по этим штукам пропрыгать до... Этого места. Только я не очень понял прикол, ведь теперь там пар повсюду. А мы можем, наверное, этот вентиль заново, я так понимаю, повернуть и убрать тем самым мост. Да? И пар снова стал идти... периодически. Блин, а прикольно. Блин, красная шапочка с топором очень эпично выглядит. Действительно, очень эпично. Так, давайте с вами попробуем пропрыгать. Эти штуки, кстати, каждый раз респаются, только я действительно не понимаю, зачем они нужны. Мы, конечно, можем и не кувыркаться, но... Так оно как-то более эпично. Блин, а как тебя взять? Может, я что-то делаю не так? Как тебя взять? Наверное, мы с другой стороны оттуда зайдем как-то когда-то. Так, тихо. Блин, а это на самом деле не так уж и легко. Хотя, не настолько прямо тяжело. Хе-хе-хе-хе. Мне нравится то, что наша главная героиня, а именно Красная Шапочка, разговаривает. То есть, у нее есть эмоции, а то во многих играх у персонажей главных вообще нет никаких эмоций. То есть, они вообще молчат. Просто тупо молчат. Что бы на экране ни происходило, у них каменное лицо, им просто плевать. А наша героиня говорит о том, что вот пахнет фигово, о том, что у нее там мышцы станут болеть. И довольно приятная озвучка. То есть, видно, что разработчики игры действительно потрудились над игрой, а не просто сделали, чтобы, ну так, на отъебись образно выражаясь, а сделали действительно хорошо и действительно качественно. А вот, кстати, по-моему... А, нет, ребят, слушайте, это другая. Это другая буковка В. Наверное, я надеюсь, что к той букве В, которая находится там, за решеткой, мы еще вернемся. Я не знаю, но надеюсь. Я сейчас хочу вернуться назад, проверить, что здесь. Потому что здесь тоже можно пропрыгать. Блин, здесь столько ходов, на самом деле, и фиг поймешь, куда надо идти в данный момент. Вау! Ау, ау! Ё-моё! Неожиданно, на самом деле, неожиданно. Слушайте, а я не сразу сюда пошел. Оказывается, сюда и нужно идти, потому что мы открыли ворота, если бы я пробежал туда, я бы наткнулся на закрытые ворота, и все. Иду, на самом деле, абсолютно вслепую, так как я здесь ничего не проходил, ничего не знаю. Я вот только запустил игру, посмотрел, там немножечко в начале ее работоспособности, на этом все. А, вижу, вижу, вижу. Наша девушка сама хватается, она у нас как истинный ассасин хватается за все подряд и не падает, или как, не знаю, Дрейк из Uncharted достаточно просто навестись, и она схватится. Что это за время идет? А, я понял. Я понял. Хоть я не понял, правда, зачем, но... В принципе, там и так, по-моему, можно пройти, но нам теперь надо очень быстро вернуться обратно, пока опускается данная ловушка, чтобы успеть под ней пройти? Господи, а это не так уж легко. Надо еще предварительно не грохнуться, блин. Загадки с каждым разом все усложняется и усложняется, но игра все-таки пока что не настолько сложная, но очень интересная. Серьезно? я понял. Все, 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 я понял, я понял, я понял. Сказал, что игра не настолько сложная и уже не успел. Ну, ладно. Я так понимаю, что не важно с какой стороны, важно, что ты должен успеть дойти хоть с какой-то стороны до того, как закончится время, до того, как эта штука опустится. Давай, девочка, давай, 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 родимая, я в тебя верю, 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 верю. Оп, прокувыркались. Шикарно. Так, ящики, давайте разобьем ящики, посмотрим. Ага, в них хилки. Ой, блин, откуда ты здесь? Походу, в одном из ящиков сидела крыса, я так понимаю, да? Так. Ух, как будто Ольрега у него движение фу, успели. Я все думал, успеем, не успеем, нет, успели, все хорошо. Отпускай. Перепрыгиваем. Вау, 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 блин, а игра зубки-то показывает, и платформа заново появилась, но надеюсь, нам туда уже не нужно. Игра зубки-то показывает, и действительно довольно тяжело некоторые вещи делать. Пока еще легко, но я догадываюсь, что в будущем все тяжелее, тяжелее и тяжелее станет делать какие-либо вещи. Так, ты схватишься, молодец. Тихонечко. Да, ремонт бы здесь не помешал, особенно поставить какие-то более-менее хорошие резницы, для того, чтобы нормально передвигаться, а не вот так вот. За секунду. так, тихо-тихо, мы же, если вниз упадем, ничего не случится. Фух, тихо. Что-то как-то больно просто, мы просто опустили мост и просто приедем без всяких ловушек и всего остального, серьезно? Слабо я в это верю, если честно. А дальше-то куда? А-а-а. Ой! Ну, ё-моё. Вот, пожалуйста, хороший фейл. Откуда я мог знать? Тихо-тихо. Ох, блин. Миновали с вами платформу и сразу же зацепились за трубу, которая, к счастью, выдерживает нашу красную шапочку. Но она у нас, девочка, очень худенькая, очень стройная. Прям сикашная такая, выглядит очень знатно. Так что, в принципе, весит она мало и думаю, что труба ее очень легко выдержит. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как она дерется эпично этим топором. Так, где раскрыть можно? Разбить ее как-то нельзя, нет? Хорошо, значит, нам туда скорее всего не нужно. Давайте возьмем вот это. Так, наверх? Наверх нет, наверх мы никак не можем подняться. Ага. Вижу. Цепляйся. Знаете, здесь в этой игре очень много всяких разных пасхалок. Ну, я вообще не знаю, я так думаю, на самом деле. Я так сказал, словно я реально знаю. На самом деле нет, нихрена я не знаю, много их тут или нет. Но просто я... Мы же с вами уже находили эти буквы В, которые находились где-то, ну, в неестественных местах, до которых нужно добираться отдельно. Уходя назад, или вперед, или вбок. Я так догадываюсь, что, наверное, они не единственные такие буквы В, которые тут есть, и чтобы найти еще или найти какие-то дополнительные вещи, надо... Ё-моё. Надо побегать по локации и заходить не только в те места, где очевидно можно зайти, а еще и в какие-то другие места, в которые не так очевидно можно зайти. Например, вот если кувыркнуться сюда. Прикиньте? А я случайно попробовал, и это реально сработало. Я на секундочку отлучусь, поставим на паузу. Так, мы снова здесь. Так, мы можем пойти к этому какому-то парню. Можем пойти сюда. И что мы там имеем? Драться мы в присядку не можем, и честно, я не вижу ничего. Я не очень понимаю, что сейчас делает наша красная шапочка. Нет, я так понимаю, что там ничего нету, потому что вроде как я там все облазил, и, к сожалению, я даже не могу посмотреть. А, вот, если только как-то вот так, полубоком. Странно, есть место, в которое можно залезть, причем как бы неочевидное, ну, относительно неочевидное, но при этом оно ничего не дает. Наверное. или, может, я не так что-то делаю. Безумный такой взгляд на наши красные шапочки. И она сказала, что она против кровопролития, и при этом она держит в руках топор. Это забавно. О-о-о, это что, босс-крыса какая-то, да? Обернись. Сексапильная красная шапочка, обернись. А, я все понял. Так, нажмите одновременно, чтобы нанести сильный удар. Хорошо, попробуем. Понятно. Классный эффект такой. Так, 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 давай тебя сразу. Понятно, ее даже убивать не надо, ее надо именно делать так, чтобы она разбила нам это полено, которое по какой-то причине мы не можем разбить топором. Подождите, а что произошло, почему наша красная сапочка умерла? Ну, я так понял, что пошел какой-то газ, и она взяла и умерла. Блин, я такого не ожидал. Кстати, а дверь уже открыта, тем не менее. А, нет, подожди, это потому, что мы еще не прошли кат-сцену. Так, давайте пропустим это. Так, 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 так. Мейджор Ас. Блин, не, это очень здорово. У нас появилась, кстати, мана, рядом с жизнями у нас теперь появилась мана, и ярость, которую мы набиваем об крыс. Так, давай, иди сюда, атакуй, 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 атакуй. Я так понимаю, нам отсюда, наверное, стоит уйти, потому что сейчас здесь пойдет газ. Блин, или я чего-то не так понимаю. Понятно, эта штука закрывает газ. Все, ясно. Нам надо, чтобы еще раз появилась эта крыса. Класс. Реально класс. И надо доломать последнюю балку на воротах, после чего мы сможем добраться до этого парнишки. А это крыса умрала, я так понимаю, да? Все, нам убивать ее не надо, и драться нам с ней не пришлось. Да, вот тебе добрая сказка. Кстати, кто знает, у братьев Гримм, которые пишут сказки, у них, как правило, в оригинале все сказки довольно дикие, очень сильно отличаются от того, что мы видим в диснеевских мультиках и тому подобном. То есть, у них в оригинале сказки, как правило, более жестокие, с большим насилием, и с очень хреновым концом. Не все, но очень многие. Кому интересно, погуглите, почитайте, это правда так. Ну, ладно, ребята, в общем, этого парнишка мы станем ловить уже в следующей серии. На этом, я думаю, данную сказочку на сегодня мы закончим. Но мне дико понравилась эта штучка, этот платформер, я думаю, мы станем его проходить, потому что выглядит он действительно знатно, играть в это довольно интересно и, надеюсь, также интересно и смотреть. Спасибо, ребята, вам за просмотр, ставьте лайки, делитесь с друзьями и, надеюсь, вам тоже понравилось. Пишите комментарии, всем удачки, ребята, всем счастливо, всем пока!